Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня мы заканчиваем изучение послания к евреям, первоверховного апостола Павла, и мы делаем обзор последней, 13-й главы этого Боговдухновенного послания. О содержании 13-й главы, изложив учение о Христе, о вере, о благодати и тех благах, которые мы имеем в Господе, а также предупредив евреев-христиан об опасности отступления, теперь, подводя итог этому посланию, апостол предлагает им некоторые превосходные благословения как обязанности и как достойные плоды веры, об этом с 1 по 17 стих. Затем он просит их молиться о нем и возносить к Богу свои молитвы за то служение, которое он совершает, сам будет молиться за них, сообщает им слова надежды на личную встречу и заканчивает послание общими приветствиями и благословениями. Это с 18 стиха и до конца. Итак, 1 по 17 стих апостол Павел, первоверховный апостол Павел, свидетельствует, что Христос предал себя за нас, чтобы очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Посему апостол призывает у веровших евреев, у веровших в Иисуса Христа к исполнению необходимых обязанностей благодатных, которые и должны отличать христиан как особый народ. И прежде всего Павел пишет, 1 стих 13 главы послания к евреям, «Братолюбие между вами да пребывает». Братолюбие между вами да пребывает. Блаженный Августин пишет, «Иногда, то есть в этой жизни, нужно одно, иногда другое. Эти дела начинаются и завершаются, то есть то, что связано с жизнью здесь. Но тот, то есть Бог, кто повелевает делать эти дела, не может иметь начало или завершение, да не перестанет любовь внутри, а дела любви пусть совершаются в зависимости от времени, как написано, братская любовь да пребывает». Иными словами, Августин говорит о том, что есть дела и даже есть заповеди, то, что связано с этой жизнью земной. Но есть дела любви, а любовь – это свойство Бога, сказано, Бог есть любовь. И когда мы обнаруживаем в себе братолюбие, даже любовь к врагам – это свидетельствует о том, что мы связываем свою душу не с приходящим, но с вечным. Любовь – есть совокупность совершенств. Так это чувство определяется на страницах Нового Завета. В одном Патерике рассказывается о том, как два монаха жили в келье и пребывали в братолюбии. Но иногда они слышали о том, что некоторые братья ссорились друг с другом. И они это воспринимали немножко с непониманием и с удивлением, почему у других такое происходит, а у них нет. И старший брат сказал младшему, а может быть мы впали в прелесть, мы же с тобой ни разу за столько лет не поругались, не поссорились, не поспорили. Может быть для смирения нам это совершенно необходимо, чтобы мы не отличались от других. Младший, как всегда, согласился со старшим и сказал, как благословишь. Старший для этой беседы заготовил кирпич. Он положил его между собою и младшим братом в их келье и сказал младшему, а ну-ка отдай этот кирпич мне. Младший нагнулся, взял кирпич и со словами «возьми брата, если он тебе нужен», двинул его в сторону к старшему брату. Так они и не смогли поссориться, поругаться. Бог есть любовь. Бог не приемлет никакого точного православного исповедания, не соединенного с любовью. Такое православие не нужно Богу. И первое послание Коринфянам, 13 глава, апостол Павел свидетельствует, «Имеешь всю веру и все познание, так что и горы можешь переставлять, любви не имеешь, нет тебе в том никакой пользы». Без любви христианин – это медь звенящая или кимвол звучащий, то есть металлическая погремушка в руках дьявола. Далее апостол Павел пишет, «Странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Из братолюбия возникает странолюбие. И существует древнее предание о том, что очень странолюбивыми людьми были праведный Иов многострадальный и праведный Авраам, чему подтверждение мы имеем и на страницах Писания. Так, Иов по преданию, еще до того, как он обнищал, он имел дворец, который имел несколько входов. Один вход был для людей, обычных, бедных, нуждающихся, для бедуинов, и был отдельный вход для богатых, не потому, что он выделял богатых, а потому, что некоторые богатые, когда они впадали в разорение, стыдились становиться в одну очередь с бедными, и для них был сделан вот этот вход. То есть Иов шел навстречу к людям, которые нуждались, и не делил их на тех, или на других. Авраам, как мы видим, третий день после обрезания, он сидел у шатра во время зноя дневного, а зной дневной – это особенно боль в тех ранах, после обряда брит-мила, завета обрезания, это очень тяжело. Однако, когда Авраам увидел путников, которые были ангелами Господа, он побежал к ним навстречу. Обрезанный пожилой человек побежал навстречу. потом он побежал в поле, потом он поспешил домой. В поле он сказал, чтобы взяли тельца, в доме он сказал, чтобы сделали опресники. И вот это странолюбие, оно проистекает от братолюбия, как мы и прочитали, братская любовь да пребывает. И далее, странолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, казали гостеприимство ангелам. И Авраам, который хотел накормить пришедших трех, он в то же время понял, что это ангелы, это не люди. И Лот, который оказал гостеприимство двум ангелам, которые пришли в Содом через странолюбие, он получил Божье благословение, спастись из гибнущего Содома. Итак, на первом месте братолюбие, на втором странолюбие, это забота о беженцах. Сейчас очень много беженцев в мире, в славянском мире в том числе. Очень много людей из Украины приехали жить в Россию, здесь они получают даже гражданство. Многие из них приехали жить в Польшу, в другие страны, там тоже о них заботятся. Это христианское отношение. Далее говорится о любви к узникам, то есть к заключенным. Казалось бы, узники – это люди, которым общество вынесло вердикт, что они ведут себя недостойно, неправильно и заслуживают изоляции от обычных людей. Но в Священном Писании неоднократно говорится о том, что надо проявлять заботу об узниках. Узник – это не пленник, пленение человека могут на войне, это именно осужденный вердиктом общества, злодей. однако Писание настаивает на том, что мы должны заботиться об узниках. С чем это связано? Когда мне приходится бывать в местах лишения свободы, и я там читаю лекции, я обычно обращаюсь к этим людям и говорю, у вас есть преимущество перед теми людьми, которые на свободе. Вы не хуже и не лучше тех людей, которые на свободе. И совершенно очевидно, что преступников значительно больше на свободе, потому что многим удается уходить от правосудия и счастливо проживать свою жизнь до самого конца. ваше преимущество заключается в том, что вы уже несете наказание за ваши преступления. И человек, который, что называется, от звонка до звонка отбыл свой срок, он никому и ничего не должен. Он заплатил обществу, особенно если человека приговаривают к смертной казни, и после этого вдруг заявляют, что его тело не будет выдано родственникам, такое может происходить только в сатанинских сообществах, если человек понес наказание ценой жизни, он никому и ничего не должен. Он заплатил самую великую цену, и отказывает родным выдачи тела, такое могут делать только бесы, и так и было в советское время. И сейчас в некоторых случаях продолжается. Это ужасно. В Библии действует принцип, что заодно дважды не наказуют. Это священный принцип библейский, который отражен даже в апостольских постановлениях церкви. Поэтому вот этот призыв, он актуален. Помните узников, как бы и вы с ними были в узах и страждущих, как и сами находитесь в теле. «Сначала призыв к братолюбию, сторонолюбию, забота об узниках и забота о всех страждущих и уточнение, как и сами находитесь в теле». То есть мы тоже можем страдать, так как мы находимся в теле и течение нашей плоской жизни продолжается, мы особенно должны поддерживать страждущих. И есть такое понятие, как эмпатия. Эмпатия это то чувство, которое отличает человека от животного, это чувство сострадания и соучастия с любым другим человеком. Потеря эмпатии делает человека животным и хуже животного бесам и демонам, ибо животные проявляют заботу хотя бы о своем потомстве, о своих детенышах, и это животные типа эмпатии, или они могут испытывать эмпатию в стадном чувстве. Как я, как ты относишься к страждущим, тем, которые изгнаны из своих городов, сел, вынуждены переезжать в другие страны, и такие есть по всему земному шару, и мы с этим сталкивались раньше, сталкиваемся сейчас, эмпатия, это сострадание, сопереживание, как и сами находитесь в теле, то есть, когда мы видим страдающие семьи, мы должны ставить себя на их место, когда они куда-то бегут, от кого-то пытаются укрыться. Далее, брак у всех да будет честен, и ложа непорочна, блудников же и прелюбодеев судит Бог. О чем это? Брак, то есть супружеский союз должен быть честен, то есть такие отношения заключаются в Господе, в таинстве венчания. Ложе непорочно, то есть они сохраняют верность друг другу. Блудников же и прелюбодеев судит Бог, а если они не сохраняют верности друг другу, это не тема для пересуда, здесь все остается на суд Божий. Имейте нрав несребролюбивый. Сребролюбие по апостолу Павлу это корень всех зол. Поэтому, когда наше российское сообщество перестало быть социалистическим и были провозглашены принципы дикого капитализма, вписанные в законодательные системы нашей страны, мало кто обратил внимание на то, что в Библии говорится, что сребролюбие это корень всех зол. Еще Карл Маркс писал, который очень хорошо знал буржуазию своего времени, он сам принадлежал к этому классу, что буржуа может вспомнить о Боге, может вспомнить о морали, о нравственности, если это предполагает такое-то количество процентов, то есть то, что он может их потерять, но если что-то будет больше этих процентов, буржуа готов развязать любую войну, любую бойню. И как в известном российском фильме «Ворошиловский стрелок», там такая фраза «Любое преступление оставляет экономический след». Так вот, за любой бойней, войною, конфликтом, операцией, агрессией всегда скрывается экономический след. Это чье-то желание удержаться у власти любой ценою, чье-то желание обогатиться любой ценою, сохранить награбленное любой ценою. Итак, мы христиане люди, которые не сребролюбивы, довольствуются тем, что есть. Довольствуясь тем, что есть, пишет Павел, ибо сам сказал, то есть Господь сказал, не оставлю тебя, не оставлю тебя, не покину тебя, так что мы смело говорим, Господь не помощник и не убоюсь, что сделает мне человек. Далее говорится об отношении к старшим в церкви, в том числе к уже усопшим лидерам христианского мира, поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И вы, наверное, уже обратили внимание, что когда я провожу беседы, я всегда стараюсь находить объяснение у отцов церкви, прежде всего у отцов церкви, это авторы с первого по восьмой век и не далее, в редких случаях, я цитирую, более близких к нам авторов, потому что это важно. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. И у нас на каждый день есть память о разных святых, и православный календарь всегда подсказывает нам, кого из святых мы вспоминаем сегодня, кого мы поминали вчера, кого будем поминать завтра. Далее, Иисус Христос всегда и сегодня и вовеки тот же, как Бог Христос неизменяем. И отцы делали нравственный вывод из этого понятия, что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И они делали такое применение нравственное. О чем это говорит? Что Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. Это говорит о том, что тот, кто умер за тебя и за меня на кресте, тот, который умер, чтобы спасти нечестивых, он же будет судить нас. Он же. Далее предостережение от еретических, языческих заблуждений. Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими. предупредив об опасности лжеучений, предупреждает о привязанности к земной пище. Далее, мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, то есть наш христианский алтарь, это не иудейский алтарь, так как тела животных, которых кровь для очищения греха, вносятся пересвященникам в освятилище, сжигаются вне стана, то Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат, то есть вне Иерусалима, и так выйдем к нему, то есть оставим Ветхозаветную Церковь, и так выйдем к нему за стан, то есть за Ветхий Иерусалим, стремясь к Небесному Иерусалиму, нося его поругания. Христос сам говорит, если злословили меня, будут злословить и вас, поэтому не надо удивляться, что о священниках, об архиереях говорят плохо. Апостол Павел боялся другого, он писал плохо, если все о вас будут говорить хорошо. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругания, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего, вот эта тема будущего Иерусалима, града, который от Бога, она доминирует в этом послании, как и тема о первосвященническом служении Господа Иисуса Христа. И так будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть через Христа во имя Христа, то есть плод уст прославляющих имя Его. И мы не только через Христа во имя Христа совершаем молитвы и благодарения, любое действие мы призываемся Павлом совершать во имя Иисуса Христа, когда Павел пишет «Все, что вы не делаете делом или словом, делайте во имя Иисуса Христа», а здесь 15 стих «И так будем через него, то есть через Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Благотворительность это очень важное направление христианской жизни, и слава Богу, что в наше время в нашей русской церкви есть даже отдел по благотворительности, который сейчас очень активно помогает тем людям, которые оказались в тяжелых жизненных обстоятельствах. Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, имеется в виду наставники веры прежде всего, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, то есть наставляя вас в вере, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно. Как говорят, невольник не богомольник, и если наставник не испытывает радости, совершая дело наставления, то едва ли он пригоден для этого дела. Я, в общем-то, с детства читаю работы святителя Иоанна Златоуста и обратил внимание на то, что он часто произносит фразу «как для вас слушать, так для меня говорить». То есть он испытывал колоссальную радость, совершая служение Слова. Далее апостол Павел просит молиться о нем и возносит к Богу свои молитвы за них, дает им некоторую надежду на встречу лично с ним и с Тимофеем, и заканчивает послание общими приветствиями и благословениями. Об этом с 18 стиха по 25. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно, особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам, Бог же мира, подвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли его, производя в вас благоугодное ему, то есть Христу, честь Христа, честь Иисуса Христа, имеется в виду служения, ему слава во веки веков, аминь. Прошу вас, братья, примите сие слово увещевания. Я же немного и написал вам, имеется в виду, что у него были помощники, которые записывали его слова, но вот последнее благословение он часто писал собственноручно. «Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас. Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых, приветствуют вас италийские, то есть римские христиане, благодать со всеми вами, аминь». В начале бесед по посланию к римлянам я озвучил мысль о том, что даже некоторые отцы высказывали мысль о том, что это послание может быть и не послание Павла, но вот окончание послания все-таки подсказывает, что правы те, которые считают, что это послание Павла. Потому что здесь упоминается Тимофей, который был личным секретарем и сотрудником, сработником апостола Павла. Стремление его прибыть в Иерусалим и приветствие от италийских христиан, то есть от римских христиан, которые он передает им, уже находясь в Риме. из которого он уже и не вернется. Итак, с Божьей помощью, отцы, братья, сестры, мы завершили сегодня изучение послания к евреям первого Верховного апостола Павла. Я прежде всего благодарю вас за ваши молитвенные воздыхания, без которых едва ли мы могли провести достойно этот цикл бесед, хотя бы даже довести его до конца. И благодарение, конечно, библейскому порталу Экзегет за то, что они сумели организовать эту запись. Поэтому я прошу вас молиться за то служение Слова, которое мы, православные священники, совершаем на библейском портале Экзегет и молиться о продолжении этой радостной инициативы благовествования с площадок этого портала. Спасибо всех, Христос! Субтитры сделал DimaTorzok